Всем привет! Меня зовут Елена Коваленко. И сегодняшнее наше видео называется «Оптимизация канала YouTube». Вы знаете, что канал YouTube на втором месте в поисковых системах. И поэтому очень многие люди делают ошибку, когда они не развивают именно канал YouTube. Потому что, вы знаете, вот меня, например, ищут через канал YouTube в основном. Я же делаю такой анализ, и я вижу, что именно этот канал приносит мне 80% клиентов и партнеров. Самое первое, на что стоит обратить внимание, это шапка канала. Что на ней должно быть? Во-первых, очень подробное описание, что за канал, о чем этот канал. Ну и, конечно же, жирный оффер, то есть предложение бизнеса. Ну и если вы поставите плохое, некачественное фото, конечно же, конечно же, это сыграет против вас. И цветовая схема. Она должна соответствовать вашему внутреннему миру. Обязательно сделайте хорошую картинку-заставку на ваших видео. Все должно быть выдержано в едином стиле, в единой цветовой гамме. Что это дает? Во-первых, повышает узнаваемость вашего личного бренда. И, конечно же, представляет вас. Вы являетесь картинкой, на которую хочется смотреть. И, соответственно, захочется людям посмотреть и ваше видео. Очень важно название ролика. Вы должны придумать его еще до того, как загрузите ролик. Я вам хочу открыть один секрет. Есть такая программка-плагин, с помощью которой вы можете это сделать. Но секрет я вам открою, если вы в комментариях напишите вопрос. Хочу узнать название плагина. Если 10 человек напишет, то я напишу название этого крутого плагина. Четвертое. Обязательно под видео должно быть описание. Грамотное описание, правильно составленное. Что в нем должно быть? Обязательно должны присутствовать ключевые слова. И слова из названия видео. Для чего это нужно? Для того, чтобы в поисковой системе ваши ролики можно было найти, и они выходили на первые позиции в поисковой системе. Пятое. Не забудьте в настройках загрузить теги, связанные с видео. Это тоже нужно обязательно. И опять же, тот плагин, о котором я вам говорила, тоже можно здесь использовать для удобства. Так что пишите вопросы в комментариях. Обязательно нужно настроить конечную заставку. Что это такое? Когда вы смотрите видео, то в конце выплывают два видео. Одно новое и одно рекомендованное. И также призыв с тем, чтобы подписались на ваш канал. Для чего это нужно? Для того, чтобы человек не ушел с вашего канала, а продолжил смотреть ваши видео. Тем самым он может стать вашим потенциальным партнером. Седьмое. Это подсказки. Это аналог конечной заставки, но их я рекомендую выставлять после первой минуты. Они тоже очень помогут вам в развитии вашего YouTube канала. Восьмое. Обязательно создайте плейлисты на главной странице вашего канала. И каждое видео добавляйте в несколько плейлистов. Создавать их нужно согласно тематике в названии вашего канала. Обязательно рекламируйте свой канал YouTube, свои видео во всех социальных сетях. Я вам хочу сказать, что если канал YouTube видит, что вы рекламируете этот ролик, то есть, соответственно, вы рекламируете и сам канал YouTube, то это очень положительно влияет на рейтинг ваших видео. Вы поднимаетесь в рейтинге. Поэтому пусть ваши видео будут везде. Итак, я надеюсь, что данные рекомендации помогут улучшить ваш YouTube канал и помогут найти вам новых качественных партнеров. А с вами была Елена Коваленко. Ставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите вопросы, комментарии я обязательно на них отвечу. Ну и, конечно же, не пропустите мое следующее крутое видео. Пока-пока!